Князь Гагарин Атмосферу начала 20 века в имении князей Гагаринах в Холомках воссоздали в память о его хозяевах, первым директоре Санкт-Петербургского университета Андрея Григорьевича Гагарине и его супруге Марии Дмитриевне в девичестве Аболенской. Герб с двумя девизами. Не нам, но мы. И силён корнями. Вот такой вот герб. И вот везде преобладает дуб, а этот дуб – это символ крепости. Вот. Также вот видите, это мантия и княжевская корона. Фамилия Гагарина – это 17-е колено Рюрика. За князем Стародовским закрепилось прозвище Гагара. За чёрный чуб и весёлый нрав. И оттуда все князья стали сваться Гагариными. Трагическая судьба наследников – отдельная страница истории. В этой тетрадке с калинкоровой обложкой Мария Дмитриевна описывала события первых окаянных дней с октября по май 1917 года. Красным и синим сделаны пометки следователей НКВД. Теперь уникальный документ издан и возвращён в холомки. Я посчитал необходимым, чтобы эта историческая память, а любой дневник – это память, это наше наследие, это живое напоминание о тех исторических ошибках, которые мы совершали, чтобы он был не издан. А сам дневник, чтобы был перед на хранение и постоянно находился здесь, в холомке, чтобы и историки, и тем, кому это интересно, имели возможность к этому другому прикоснуться. Мы сейчас занимаемся поиском продолжения этого дневника. Художник Елена Дмитриевна Арсутанова, правнучка князя Андрея Григорьевича Гагарина, первого директора Политехнического императорского университета. Дом своей семьи после реставрации видит первый раз. В экспозиции и репродукции картины её прадеда Григория Григорьевича, директора Академии художеств, и фотографии её расстрелянного деда, первенца хозяина усадьбы. Остался здесь старший сын, то есть мой дед и младший сын, как военнообязанные. А средние дети уехали в Америку. Жизнь была у большинства моего деда, у деда Марии Андреевны, вот этого моей сестры, настолько трагично, что, например, моя мама, она никогда об этом не говорила. Когда вот её отца расстреляли, это был запрет. То есть это было совершенно... То есть это всё... Нельзя было говорить никому, что она княжна. Ни в школе, нигде. То есть они прошли, как они выжили, вот с моей бабушкой, её мамой блокаду. Её бабушку не принимали на работу. Вообще это чудо, что они выжили. Здание в стиле русский ампир построено перед самой революцией в 14-м году. От разграбления в 17-м сохранилось благодаря имени Гагарина в учёном мире. От разрушения в 20-м усадьбу спасла дружба хозяев с творческой интеллигенцией. Художники и писатели здесь жили колонией, буквально возвращались к жизни после голодных зим в Петрограде. Добужинский, Ходосевич, Зощенко, Замятин, Чуковский. В полный упадок имение пришло в конце 90-х прошлого столетия. На восстановление ушло 13 лет. Инвестор Санкт-Петербургский политехнический университет. Когда более 10 лет назад у нас в политехническом университете появилась возможность вернуть то исконно политехническое необходимое, сомнений не было, мы мгновенно отреагировали, получили заросшие парк, полуразвалившиеся здания, но с абсолютной уверенностью, что мы это все возродим из пепла. Сегодня в усадьбе работает конгрессный центр. Проходят школы, семинары, конференции и, как прежде, звучит музыка. Марина Михайлова, Денис Алексеев, Вести Псков.